Так, давайте, еще есть вопросы? Да, про Землю. Единственный из лидийских, кто открыто говорил, что Земля плоская, как остров в океане, это вы или они в Тугудах. Василий Тушкин вроде тоже так думал, но теперь говорит, что противоречит Пуран и Сурья Ситханки, якобы из-за непонимания того, что в Пуранах о форме Земли говорится в другом осмотрении. Прошло уже много лет, как вы говорили о форме Земли и дискутировали на эту тему. Что сейчас вы об этом думаете? Ничего, я все то же самое думаю. Значит, мы, у нас есть несколько эпистемологических путей, то есть несколько способов познания. Мы их уже с вами приводили, в пример. Это опытный путь, то есть любое утверждение или любое знание должно быть, или гипотеза, любое предположение должно быть подтверждено экспериментом. Это называется научный способ познания. Я против него ничего не имею. Просто не нужно его смешивать с шратхой, то есть путем познания через доверение авторитету. Просто не надо смешивать. Допустим, я говорю, этот микрофон черный. И мы начинаем замерять длину волны, исходящей от него в отраженном свете. И на осциллографе, на осцилляторе у нас, значит, определенная частота колебаний. Я говорю, что вот эта частота соответствует тому, что в обиходе мы называем черный цвет. Все, значит, вот я доказываю, что он черный экспериментом. Ну, я могу еще других пригласить, спросить, а что ты думаешь по поводу цвета этого предмета? Все скажут черный. Что они видят, я не знаю, но все скажут слово черный. Это путь опыта. Этим занимается наука. Есть у нас путь философствования. Мы, как правило, философия, она простирается в той области, до которой невозможно дотянуться с помощью приборов, с помощью орудий эксперимента. Мы можем размышлять о сотворении мира или о вещах, которые вне поля нашей нынешней досягаемости. Это философия. Мы можем размышлять о природе времени, о природе пространства, о природе наблюдателя, мир во мне или я в мире. Или, например, рассуждать о числах. В физическом мире не существует двоек и троек. Есть два яблока, три апельсина, но двоек и троек не существует. То, что мы рисуем, это просто краска. А вот самих двоек нет. Это такие умозрительные предметы. Два-три причина, вперед-назад, это все-таки философские, раньше-позже философские категории. Здесь мы познаем с помощью философии. Наконец, есть, я пропускаю такие промежуточные способы познания, есть, наконец, метод познания, доверившись кому-то. При этом я утверждаю, что ни один из этих способов не является лучше или хуже. Просто он адресован разной области естествознания или человеческого познания. Вот физический мир лучше всего познавать с помощью протягши, то есть с помощью науки, физического эксперимента. Поэтому у меня вопрос к вопрошающему. О форме Земли мы с вами будем размышлять или определять, познавать форму Земли. Мы с вами будем с помощью какого метода? Давайте просто сразу определимся. С помощью научного метода? С помощью философского метода? Или с помощью религии? То есть уверования в чей-то авторитет? Я думаю, я как бы предвосхищаю ответ, я думаю, что вас, наверное, устроит, скорее всего, научный метод. То есть за предположением, гипотезой, что Земля есть шар, должны последовать научные доказательства. Какие научные доказательства? Это фото, видеоматериалы и непосредственное чувственное восприятие. Ни один приверженец гипотезы, что Земля – шар, не предъявил ни одного доказательства, что Земля шарообразна. Вот как только они предъявят фотографию земного шара. Или предъявят искривленность горизонта хотя бы. Или покажут видео полярного дня в Южном полушарии. В Северном полушарии есть же полярный день. Вы в июне, в середине июня можете поехать за полярный круг, и Солнце у вас никогда над головой не сядет. Вы будете видеть 7 дней, как Солнце гуляет над вами. Правильно? На тонный полярный круг. Теперь давайте отправимся или попросим кого-то на Южный полюс, ну или близко к Южному полюсу, и покажите нам полярный день, когда Солнце там никогда не садится. Такого нет. Это первое. Второе. Почему меридианы, которые от севера, ну если Земля шар, расходятся после экватора, продолжают расходиться? Они же должны сойтись. То есть если два корабля поплывут по меридианам с севера, на уровне экватора между ними будет самое большое расстояние, а потом они будут сходиться. А почему они дальше расходятся? Почему в мореходных картах это идет дальше расхождение? И таких вопросов я могу кучу задать, но просто дайте фотографию или видео, или материал, фотоматериал, что Земля – это шар. Это первое. Ну как бы это уже третье. Четвертое. Существует судебное решение о том, что Земля – не шар. Какие еще нужны доказательства, если суд вынес решение в штате Джорджия в 16-м году, было судебное решение, что Земля – шар. Что предъявленных доказательств, что Земля – шар, недостаточно. Но есть судебное решение. Или, подождите, секундочку, или суд в Джорджии – это не настоящий суд? Ну, хорошо, я расскажу историю этого судебного решения. Значит, я сейчас не помню имя этого человека, Санчес или… Ну, неважно, да, это может посмотреть всегда в интернете. Значит, сделал публичную оферту, что я заплачу 15, потом уже до 50 дошло. Я заплачу 50 тысяч долларов тому, кто мне докажет, что Земля – это шар. Вот чек, все. Ему другой человек, его звали… Чес, что-то такое. Ну, если надо, я к следующему разу найду, и любой может найти. Вот. Значит, он ему присылает доказательства. А тот говорит, это фальшивые доказательства, фотографии – это все фотомонтаж, я это не принимаю. Но оферта остается, а 50 тысяч долларов. Тогда человек, который попытался доказать ему, что Земля – шар, подает на него в суд, что тот мошенник, он обещал выплатить мне деньги за доказательства шарообразности Земли, и меня обманул. Дело передается в суд, судья начинает рассматривать это дело. И он просит вот этого приверженца теории шарообразной Земли прийти в суд и с другими материалами доказать свои доказательства. Значит, на суде встречаются оба, истец и ответчик. И ответчик, он судье объясняет, что вот это фотомонтаж, вот признаки фотомонтаж. Взываются эксперты, и эксперты говорят, да, вот здесь вот облака копипастами сделаны, вот здесь вот это все нарисовано. Более того, сам начальник графического отдела при НАСА признался, что Землю они рисуют по телеметрическим данным. То есть телескопы присылают радиоданные, и по этим данным они восстанавливают картинку Земли в видимом спектре. Судья выносит решение, что предъявленных вам доказательств недостаточно, что Земля шарообразная. Естественно, это первая инстанция, значит, он подает во вторую инстанцию. И тогда он, этот ответчик, он просит ученых, космонавтов, кто угодно, придите в суд, докажите, потому что я не специалист, но вы, вот все, кто выступают с усмешками насчет плоской Земли, придите в суд и это расскажите, объясните это Верховному суду. И никто не явился. И он дело проигрывает. Судья выносит решение, что... То есть судья не говорит, что Земля плоская. Судья говорит, что предъявленных вами доказательств недостаточно, чтобы считать Землю шарообразной. Вот есть судебное решение. Любой может его протестовать. То есть то, что сомневающиеся в шарообразности Земли идиоты и придурки, это понятно. Мы эту станцию проехали давно. А вот теперь со всеми вашими доказательствами и с усмешками отправляйтесь в суд и докажите. Давайте в суде встретимся. А что мы сейчас будем друг друга обвинять, что противник идиот? Давайте в суде встретимся. Вы принесете все свои фотомонтажные фотографии, все свои видео. И мы будем там рассуждать. Объясните... То есть человек, который заявляет, что Земля шар, последний его аргумент это то, что... Ну не может же 7 миллиардов ошибаться. Ну простите, это аргумент верующего человека. Так мы сейчас обсуждаем что, религию здесь? Или мы обсуждаем науку? В науке нет такого аргумента. Это правда, потому что в это верят еще 7 миллиардов человек. Это правда, потому что это правда, а не потому что кто-то в это верит. Вот все аргументы приверженцев шарообразной Земли сводятся к этому, что уже давно доказано. И все в это верят. Ты единственный идиот. Но в этом-то и заключается. Мы же с вами определились, что мы сейчас идем к научному методу познания. Научный метод заключается в сомнении. То есть, извините, вы... Когда появилась на свете наука, да, это 17 век. То есть то, что мы с вами называем научным методом познания, он довольно молодой метод познания. Он начинается с Исаака Ньютона, с 17 века. Наука провозгласила, что мы будем сомневаться во всем, пока не докопаемся до истины. Наука стала сомневаться в Библии, в Священном Писании, в Откровениях неправильно. И докапывается по-прежнему до истины. Надо сказать, что ни одна теория, начиная с образования науки как таковой, то есть научного метода познания, не устояла. Любая теория имеет срок годности, и потом она опровергается следующей теорией. Другими словами, наука пожирает сама себя. Сейчас нет ни одной здравствующей теории, которая существовала сто лет назад. То есть сейчас опровергнуты все теории. И потом будут опровергнуты. И при этом вы насмехаетесь над теми, кто сомневается в ваших утверждениях. То есть вы пришли, ученые заявили о себе как о еще одной познавательной силе, благодаря тому, что стали во всем сомневаться. И теперь, когда кто-то сомневается в вас, вы их называете идиотами. То есть вы превратились в новую религию. Но это все лирика. А по сути, ну давайте доказательства. Вы не от меня требуете доказательства, что Земля плоская. А вы предъявите доказательства, что Земля шурообразная. Потому что я не говорю, что Земля плоская. Я говорю, что ваших доказательств недостаточно. А те, кому вы верите, они обманщики. Потому что есть миллион кадров с этой МКС с признаками фотомонтажа, когда космонавты исчезают. Видели, да? Все видели этот ролик? Когда он как бы за угол заплывает, но он исчезает не за углом, а он сначала превращается в туман, а потом только исчезает. Или там вот это вот, у которой волосы, как морская капуста. Она, значит, руку протягивает, а там появляется плюшевая свинка Пеппа. Вот так вот. И из пустоты такая мультик выплывает. Это как? Откуда она там взялась? Или кадры. Я просто то, что сейчас на ум приходит. А там же миллион кадров. Особенно смешно кадры с выходом в открытый космос, когда там, значит, вылетает на этой вот кишке астронавт. И в скафандре вот так вот голову вместе со шлемом поворачивает, машет рукой, а у него перчатка отлетает. И потом, когда его в интервью спрашивают, а что там было, что это за перчатка? А он говорит, я не знаю, что это перчатка. Это, понимаете, это в интервью. Его спрашивают, в смысле, вы же, во сколько там было-то в этом, в космосе? Во сколько там было? Миллион, что ли? Вы не знаете. Я понимаю, вот на Тверской я не знаю, чья перчатка лежит. А когда нас в комнате двое, и до этого никого не было, я не знаю. Я говорю, я не знаю, чья это перчатка, но она либо моя, либо твоя. То есть откуда она там вылетает, непонятно. Ну ладно, он еще так поворачивает, то есть вместе с этим шлемом. А там же должна быть бешеная герметизация. Вот. То есть все эти космонавты... А что стоит ролик, когда шаттл... Помните, он маленький фильм, там 13-минутный, где шаттл вылетает в космос, и у него там такая рука-манипулятор, спутник достает. И помните, там на фоне в темноте лицо такое. Вы просто сначала объясните, вот это как? Вот как у вас в космосе лицо величиной с космический корабль? Мы просто там, видимо, не затянили, и это все попало в эфир. Вот. Ну ладно, вы можете признаться, что здесь мы немножко переиграли, но мы действительно летали. Или вы потеряли все оригиналы, включая чертежи полетов на Луну. Это как вообще? Причем последний раз они говорят, мы их видели в Австралии, мы их отправили в Австралию на сохранение из Америки. А австралийцы говорят, нет, мы не знаем. Ну, это бог с ним. Существует реальный скафандр, в котором астронавты ходили на Луне. Правильно? Он же существует, он в музее в Хьюстоне стоит. Залезьте в него, мы вас посадим в барокамеру и выкачаем оттуда весь воздух. На Луне же нет атмосферы, да? То есть внутри скафандра атмосфера единица, ну или сколько у нас атмосфер, да? Единица, а снаружи в космосе ноль, да? То есть давайте вы залезете в этот... Вот кто верит, что они летали в космос? Вот ты залезай в скафандр, мы тебя сажаем в барокамеру и из барокамеры выкачиваем воздух, то есть имитируем атмосферу Луны. И посмотрим, что с тобой будет. Как ты в плюшевом этом... То есть его же должно раздуть. Но это как... Это как... Не знаю... Машину поставить в барокамеру и выкачать воздух, и там колеса просто разорвутся. Вот. И мы посмотрим, что с тобой будет. Вопрос сразу решается. Или кадры, когда немецкий астронавт, полетав в космосе, это просто недавно, то, что вот у меня... Он, значит, в капсуле из СМКС приземляется в Казахстане. А как тогда объяснить кадры, что сопровождающего самолета показывает, как эта капсула из другого самолета вываливается. То есть там такое дно открывается, и он такой вылетает, значит, ну, пролетает там несколько километров, на парашютах садится, и уже к нему подбегают спасатели, открывают, достают его. Вот вы это сначала объясните, а потом уже будем обсуждать ваши фотографии, которые вы сделали из космоса. Ну, звезды вращаются. Хорошо. Я тоже, я не спорю. У меня нет на это ответа, но это не означает, что Земля – шар. Или, например, кругосветные путешествия. Ну, ответ... Мы по МКАДу вокруг Москвы объехали. Москва же – это не шар. Ну, там же они как бы по прямой шли или нет? Ну, вот это кругосветное путешествие. По какой прямой? А как вы определите? Ну, вот вы по большому идеально. Ну, вот если взять шар и идти как бы прямо, 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 то можно вернуться. А в плоскости – это же не прямо будет, это круто. А вы не заметите этого? Почему? Вот вы по МКАДу едете, вам все время кажется, что вы едете прямо. Потому что окружность, закругленность очень большого диаметра. Если вы возьмете большой-большой-большой круг, 40 тысяч километров... Потому что Вселенное – яйцо, и нам кажется, что мы прямо едем, а мы не так подходим. Ну, про яйцо мы верим опять. То есть, если мне кто-то скажет, давай-ка докажи это научным способом, экспериментом, я разведу руками, я скажу, а вот здесь я принимаю авторитет. Ну, или не принимаю? А почему вы на другие ваши сосредообразные доказательства? Они есть? Мы не знаем. Мы сейчас, мы еще не перешагнули через границу... Нет. Через границу познаний научным способом. Ну, пока мы вот в этой области. Потому что если мы перешагнем в область веры, то тогда каждый будет верить во что угодно. В слонов, в черепах, в шарообразную, в плоскую. Мы сейчас пока научно. То есть, дело в том, что смеются над плоскоземельщиками приверженцы науки. Ну, так давайте мы спустимся или перейдем в область науки, и вы с помощью науки докажете, что Земля шарообразная. Мы это примем и будем дальше уже думать. А как же так в ведах объясняется, что... Ну, как-то не социковывать. Значит, будем думать, как вот христиане, они приняли все-таки, что Земля – это шар, вращающийся вокруг другого огненного шара. И как они прилагают вкладили Библию, Бог создал Вселенную. Вот это вот, она разлетелась. Значит, все планеты и галактики – это пустышки. Они никому не нужны, они очень далеко. Но вот он внимание уделяет только вот одному шарику. То есть, вот то он создал просто так, бессмысленно. А вот этот шарик каменный, летающий вокруг большого шарика огненного, это с какой-то целью. Потому что есть ад и есть рай. А вот он просто так, ну, как, знаете, как он чего-то выпиливал, а это все опилки. Вот он фигурку какую-то творил человек, а это все разлетелись опилки до бесконечности. Ну, ладно. Поэтому я предлагаю не уходить за рамки научной дискуссии. Мы можем еще раз ее устроить. Я тогда много видеть. Просто буду показывать, тыкать в кадры, говорю, ну, давай вот это объясни. Вот объясни мне кадры космонавта, который вокруг МКС там летает, там что-то чинит, а при нем какой-то мешок туда-сюда ползает, непонятно, который очень похож на человека другого в черной одежде и с аквалангами. Просто объяснить, как это все. Ну, заретушован, там его так заретушовали, что то одна часть его видна, то другая. Но в результате, если все это восстановить, то там просто кто-то человеку в большом скафандре помогает в ластах, плавая вокруг него и обеспечивает. или пузыривку, в смысле объясните, или... Ну, ладно. Ну, или, например, такие вот были... Прям... Вот даже я, я прочтя новость о том, что самолет вылетел из Нью-Йорка и сразу через 20 минут у него что-то отказало. А, израильский самолет Эль-Аль, компания Эль-Аль вылетела из Нью-Йорка в Тель-Авив, в Бен-Гурион. Вот представьте себе, да, Нью-Йорк и Тель-Авив. Вот прям вот, ну, чуть-чуть северный экватор, и ты прям прилетаешь через Средиземное море, да. Вот он вылетает из Нью-Йорка, и у него через 20 минут что-то отказывает. И он садится на самый близкий от себя аэропорт. Этот аэропорт, я даже запомнил название, Гуз-Бэй, залив гусей в Канаде. Это самый северный аэропорт, там снег кругом, там живет три человека. И вот он туда садится, и значит дальше, история такова, что Эль-Аль высылает новый запасной борт, там люди пересаживаются и уже летят обратно, вернее, летят в Израиль. Вот. Каким образом, да, значит, Нью-Йорк и вот этот Гуз-Бэй, они находятся практически вертикально, на вертикальной линии. Нью-Йорк южнее, а этот Гуз-Бэй, ну, если взять глобус, он наверху. Каким образом, он там отказался, оказался через 20 минут после взлета? То есть он взлетел, а, нет, он взлетел через полчаса, у него что-то отказалось, отказало, и он через 20 минут уже был там. Каким образом, он оказался там? Ведь он должен был быть над Карибским морем лететь. Как он там оказался? Это экстренная посадка, он через 20 минут уже там сел. Так вот, если вы берете, допустим, земля не шар, а плоская земля, разворачиваете, то, получается, из Нью-Йорка в Тель-Авив по прямой линии вы как раз летите через этот Гуз-Бэй. То есть он никуда не отклонялся, он взлетел и полетел нормально через этот Гуз-Бэй в Тель-Авив. Я прям, я могу в общий чат это скинуть, потому что я сам рисовал эти штуки. А известная история, ну, это в 15-м году самолет взлетел из Бали, по-моему, из Бали или Гонконга, ну, в общем, где-то там в Юго-Восточной Азии в Лос-Анджелес. Ну, представьте себе, это вот практически по экватору до до Лос-Анджелеса. И на борту вдруг у женщины начались роды, и нужно было срочно садиться. Знаете, где он сел? Он сел в Анкориджи. Это Аляска. В чем сел он сразу? Как только сигнал тревоги, он сразу пошел на снижение и сел в Анкориджи. Как он там оказался? Вот представьте себе Бали и Аляска. То есть, получается, он пролетал над Аляской, раз он сразу сел. А что это он вдруг на Аляске делал, если ему надо, в Лос-Анджелес? Вот. Этот случай, собственно, с этого началась вся... Люди стали вопрошать, а вообще, что происходит? Как самолеты вообще летали-то? Так вот, если взять, развернуть, допустить, что земля плоская, с центром в Северном полюсе и вот так вот развернуть, то маршрут из Бали или с Бали до Лос-Анджелеса пролегает ровно через Аляску. Вот просто объясните это и все. Тогда у нас вопросов не будет. А почему из Бразилии в Южную Африку в Кейп-Таун самолеты летят через Лондон? То есть, они летят в Лондон на север, а потом из Лондона ровно, прям практически по Меридиану летят на юг. А им не проще вот так облететь? Если мы развернем и допустим, что земля это плоскость, то из Бразилии из Гуэнос-Айреса до Кейп-Тауна ровно самолеты линии проходят через Лондон? Просто объясните. И если у нас будет там очная встреча, ну тогда я еще кучу всяких приведу примеров. Я сейчас их подзабыл. Или, например, земляне в космосе уже почти 70 лет и нет ни одной фотографии Земли. а фотографии всего 12, ну 8, грубо говоря, 8. И они все по признанию графического отдела НАСА, они все нарисованы. А вот реальной фотографии нет. Мне, кстати, один шароземельщик сказал, а потому что человечеству еще рано знать какой формы Земля. поэтому от нас это скрывает нормальный ответ, да? То есть мы платим налоги, на наши деньги летают космонавты, но они нам не говорят, как мы выглядим. Но самый простой эксперимент это значит, вы же говорите, что у вас там в космосе летает МКС, и вы можете даже читать книгу с космоса. Книгу не надо читать, я просто встану с флажками и вот так вот вам буду махать, а вы это будете транслировать на все экраны Земли, что вы меня реально видите, не облака видите, а реально меня видите. Или я с газетой с сегодняшней датой так встану, и все, вопрос тогда сразу закрывается, да, действительно, вы там летаете. Но такого есть еще курьезный случай, когда прямая трансляция, прямой эфир с космонавтами на МКС, и там какой-то школьник на Земле спрашивает, а где вы сейчас пролетаете, не могли бы вы показать, над чем вы сейчас пролетаете, и он такой отлетает к окну и такой смотрит, а мы сейчас летим над Африкой, такой возвращается, да, мы над Африкой летим. Мальчик его попросил, ты смартфон вот так вот высуни, просто покажи, где вы там летите. А вот эти вот волосы, как морская капуста, как морские кусты, ну это вообще притча выяснится. Есть очень много тонкостей, когда, например, когда космонавт, ну, он в невесомости, он ложится, у них голова всегда чуть-чуть вверх, потому что такова физиология человека, он голову непроизвольно вверх пытается, они, там же нет, по идее, нету притяжения, да, и у него голова должна быть в любую сторону, а у них всегда вот так чуть-чуть, вот здесь и вот здесь. Вот, ну, самые веские, это, конечно, судебные решения, то есть есть судебные решения, что Земля, они шарообразные. Все. Хотите, хотите спорьте, ну давайте обратитесь в суд и принесите кипы своих доказательств. Ну, хорошо, а вот эти вот Voyager, Hubble, James Webb, почему от них нет никаких фотографий, они бы обснимали всю Землю уже давно. Значит, вот я этим вопросом интересовался, оказывается, Webb, это не телескоп, а это радиотелескоп, поэтому фотографий он не может никаких делать. а есть любопытный случай с пресс-конференцией, когда человечество наконец ступило на поверхность Венеры, туда отправили зонд Curiosity, значит, он туда летел что-то там полтора года, наконец он туда прилетел, и команда NASA дает обширное интервью на несколько часов, там, значит, люди задают вопросы среди вопросов, например, такой, а скажите, пожалуйста, фотографии, которые вы нам присылаете, они в каком формате? И тот такой, такой, ну, командир команды вот этих, кто строил, и кто управлял этим, он такой, в смысле, в каком формате? То есть человек не знает, что такое. Да, я немножко отступлю назад, вот этот самый, кто возглавлял команду Curiosity, ну, земную команду, они что, не летали, нашли его старые фотографии, когда он еще там был 17-16 лет, он играл в каком-то комедий-шоу, каким образом он потом стал ученым и возглавил команду, отправившую Curiosity на Венеру, ну, ну, бывает, но тем не менее, ладно. Вот он, человек не знает, такой формат фотографий, то есть даже я знаю, что есть JPEG и WAV, нет, RAW, PNG, а человек не знает, и он такой спрашивает, а в каком формате мы отправляем? И потом, так, а их там несколько человек, там человек семь, он такой, так, а у нас в зале есть Джон такой-то, вот он точно знает ответ на этот вопрос, ну, из нашей команды. Ну, ладно, мало ли, то есть начальнику не обязательно знать все, все детали, а дальше ему такой вопрос задают, ну, ирландец какой-то, судя по акценту, спрашивает, а вот как получилось, что вот вы нам показали координаты при Венерине, этого, ну, приземлении вот этого вот зонда, и по координатам он, значит, приземлился в углублении, там, в каком-то кратере. Ну, вот мы просто сравнили эти координаты и взяли карту Венеры, это где-то в кратере, а те фотографии, которые вы прислали после, при Венерине, это какая-то плоскость и даже чуть-чуть повыше, и тот такой, а вот в зале у нас там Луи де Санчес, вот сейчас его, нет, он, наверное, ответит на это, я не могу знать вам, вот здесь командир команды точно должен знать, каким образом они врут. И дальше уже люди стали засыпать их вопросами, и тот не может не ответить ни один вопрос. Ну, единственное, что достоверно, это то, что у него сиреневая майка с логотипом НАСА. Вот это вот. Или, например, просто вот объясните, как вот, где это кьюрёстик, или, например, отправили ещё один зонд самой ближней Меркурий, да, самой ближней планеты к Солнцу. Представим себе, что Солнечная система, это огненный шар, вокруг которого летают камни большие в виде планеты. Отправили на самую ближнюю планету. Значит, на этой планете сутки длятся несколько часов, не как у нас 24, при этом, когда поверхность его, это мы читаем из Википедии, когда его поверхность к Солнцу, то там температура плюс 140 градусов, а когда он развернут, тоже что-то минус 140, туда минус 140. Покажите мне на Земле, да, и он летал вокруг и фотографировал вокруг этого Меркурия два года, пока у него не кончилась батарейка, и он не сел и не упал на Меркурий. Покажите мне на Земле хотя бы один материал, который в течение нескольких, ну, двух лет, ладно, одного месяца будет в течение суток претерпевать изменение температуры от минус 140 до плюс 140. Вот, покажите. Просто вот включите и покажите. Тогда я поверю, что он действительно там был. Или, например, отправили корабль на Плутон или Нептун, вот самая дальняя какая-то, да, тоже туда отправили зонд. Я просто как оптик обратил внимание, что там освещенность 4 люкса. Ну, это практически кромешная тьма, потому что до Солнца очень далеко. А он делает фотографии. При освещении 4 люкса, он делает фотографии. Это как? Со вспышкой, да? То есть, у него такая вспышка, он планету, раз. Вот, когда это объяснят, ну, тогда, да, давайте будем научно рассуждать. А кто во что верит? Ну, я верю в веды. Вот веды говорят, что Вселенная имеет форму цилиндра. то есть, это стебель лотоса, настоящего, огромного, гигантского цветка. И в нем много ярусов. Вот я в это верю. А фотографии звездами, звездами, наверное, достоверно. Ну, мы их и так видим, их можно сфотографировать поближе, это, наверное, достоверность. Я могу сказать, если у меня будет хороший фотоаппарат, Nikon P1000 или P900, я тогда смогу вам сказать, пока я это не абсолютно. Я просто видел, в интернете выкладывали реальные увеличенные фотографии звезд, это такие кристаллики какие-то, такие кубики, кристаллики, треугольнички разноцветные. Мы смотрели в телескоп на экскурсии в научной лаборатории, там Юпитер смотрели, да? А, даже звезды или планеты смотрели? Ну, планеты. А, планеты. А Юпитер действительно, да, с кольцами. Сатурн с кольцами. А что вам мешало видеть некий экран, который трансферирован? Нет, я думаю, что в нашей реальности, когда мы смотрим, мы действительно видим вот эти кольца или видим Юпитер, но это не доказывает, что Земля шарообразная. Ну, да, то есть я увидел Сатурн, я увидел Солнце, я увидел Луну, вот я встал на МКАД и посмотрел на звезды, потом говорю, Москва шарообразная. В основном, да, как бы, это же поведом, все остальное круглое, солнце круглое. Шарообразная? Да. Поведом, поведом, а солнце это свет, исходящий от шлема Сурьи, я не помню, как его фамилия, ну, бога солнца. А луна? Луна это это Чандра. Это, да, это бог. Нет, а какие-то там планеты, которые вращаются на планеты? Ну, это не планета. Я не знаю, просто в какой трактовке вы читали, но это демоны, которые они подгоняют, понимаете, современные переводчики вед, они веды подгоняют, чтобы над ними не смеялись, подгоняют под верование современных людей. А, ну, тоже так же, там, большая медица Сапта-Риши, да. Не звезды, а именно как сущности определенные. Ну, да, у меня нет, если мы сейчас научно не вышли за рамки научного дискурса, то у меня нет ответа на это. Да, научно. Если научно. А если мы переходим в стан веры, ну, давайте, тогда я могу какие-то цитаты. С физической точки зрения Брахмандо, да, это что? это вот весь обозримый, то, что мы видим, да, с этим галактиками, драмидом. Это все, нет, это все галактик никаких нет, это все вам нарисовали. Да. А как вы так если смотрите? Вы видите вот эти вот спирали? Нет, да. Видно только там, а там видно только звезды, как в мозгу вот эти вот они нейронными цепями соединяются. Ну, может быть, мы чей-то мозг видим. Я имел развертый, я не понял с точки зрения. То есть, это какое-то всего-всего, то, что мы знаем, или это... Вот это часть всего, значит, есть квантовая механика. Она, в отличие от физики Ньютона и даже Эйнштейна, она наиболее... то есть человечество еще в научном смысле не изобрело более точной науки, чем квантовая механика, потому что она предсказывает события и явления с точностью до семи цифр после запятой. Вот квантовая механика, значит, один из выводов квантовой механики это принцип нелокальности. Да. Это нелокальности. То есть нелокальности это значит то, что мы с вами называем пространством, это наша с вами интерпретация причинно-следственных связей. Вернее, не наша с вами, а это интерпретация наблюдателя. У наблюдателя есть понятие о причинах и следствиях. Это понятие ложное, потому что не само понятие, а как оно выстроено, оно ложное, потому что мы привыкли думать, что раньше идет причина, позже идет следствие. Но даже в теории относительности это все относительно. Если мы если наблюдатель перемещается со скоростью, с предельной скоростью, с предельной скоростью передачи сигнала, то есть это называется скорость света, то все события происходят одновременно. То есть между ними уже нет никаких причин и следствия. Причины следствия появляются, когда мы замедляем скорость, попадаем в мир Майи. Вот здесь одно следует за другим. И наше с вами пространство это интерпретация причин и следственных связей с точки зрения квантовой физики. Но квантовую физику широким массам не преподают. То есть есть некий экран, некий щит, некое удобное объяснение мироздания, это частично специальная теория относительности и целиком ньютоновая физика. Когда дети или взрослые спрашивают про атом, им говорят, есть ядро, а вокруг него путешествует электрон, летает. Ну как считается, что это физика макро-мир, а на самом деле это одно и то же. Ну атом это же не макро-мир. Но люди верят, что там какой-то электрончик летает. Вот он летает и летает и если его не управлять, он может упасть или улететь. Но никаких электронов ничего там нигде не летает. Это просто состояние напряжения. И сильное напряжение мы называем его ядром. есть послабее. Мы называем его электрон. А то, что рисуется кружочек вокруг он там летает, это просто график вероятности встретить его где-то. Ну не его, а вот это напряжение. Ну вот как-то так. Поэтому когда мы говорим дальние галактики, туманности, ребята, есть принцип нелокальности. Какие галактики? Ну да, то, что вселенная в одной точке, это можно в одном сознании. Да, в моем сознании. Только в моем сознании. А то, что описано, сколько она в размере. Вот это вопрос вопросов. Я это объясняю таким образом, что тот, кто составлял веды, они не ограничены трехмерным нашим привычным пространством. для них существует Гильбертово пространство, то есть пространство времени. Для них время это не нечто тикающее, как метроном одновременно, а время есть, это категория сознания. Значит, вот в ведах время это не какая-то объективная штука, которая во всей вселенной что-то там все приводит в состояние энтропии, сингулярности, энтропии, сингулярность. Время это одно из моих состояний. И Кришна, он, кстати, когда описывает состояние живого существа, души, он перечисляет твердь, земля, вода, это все твои состояния. То есть то, что ты называешь твердым, ты просто находишься в таком состоянии сознания, что ты ощущаешь то, что назвал твердостью. Вот дальше он перечисляет гнев, это тоже состояние сознания, время, то есть это все идет через запятую, земля, вода, воздух, гнев, радость, удовлетворение, время, там еще что-то, там красное, зеленое, это все твои состояния сознания. Получается диаметр вселенского яйца это получается в каком мерном пространстве? Ну да, конкретное описание, там где весь цикл времени проходит. Потом проходит цикл, все, это вот столько миллионов, миллиардов йоджин. Йоджин это не расстояние, йоджин это временное расстояние, это таймспейс йоджин. То есть вот даже существует такое понятие световой год. то есть это и меряют расстояние. Вот йоджин это не просто вот сантиметр, потому что в четырехмерном пространстве расстояние меряется не сантиметрами и не метрами, а расстояние меряется некой совокупностью ну грубо говоря секунда метром. Ну я не знаю какое у них там измерение. И вот те, кто составлял веду книгу мудрости или книгу откровений, они пребывают в другом пространстве. Для них время это не какое-то отвлеченное понятие, это состояние сознания. И если ты находишься в четырехмерном пространстве, в гильбертовом пространстве, в пространстве вероятностей или в пространстве состояний, как бы нам трудно это не было представить, если находишься в пространстве состояний, то тогда вселенная она может быть, в моем понимании, она может быть размера последнего моего запаха. Все, там она заканчивается. Ну или там вот то, что я вижу. То есть вселенная – это оболочка вокруг сознания. Серьезно, да? Поэтому, понимаете, для двухмерного обитателя, ему, когда он будет читать веды, ему скажут, например, куб, и он не поймет, что это такое. И они там, они соберутся, они друг другу, перед друг другом учредят премии по физике, будут друг другу раздавать премии по физике, по литературе тоже. И они будут рассуждать, что же такое куб. И, может быть, какой-то мегагений по имени Перельман им скажет, это, скорее всего, и что-то им там на их двухмерном объяснит. Но они подумают, что он ненормальный, потому что он ходит в магазин с сеткой из кефира, за кефиром. То, что там Георгий Перельман, здесь – это первоклассник. А то, что здесь Ричард Фейман, там – это какое-нибудь двоечное в четырехмерном пространстве. В мире Риши, Муни, Брахманов – они другими категориями. Вот когда мы спим, пространство деформируется, мы можем переместиться очень быстро. И мы, скажем, мы перенеслись в Нью-Йорк, потом проснулись и говорим, я был сегодня в Нью-Йорке. Но вот в этой реальности это невозможно, слетать туда и обратно, если вы, конечно, не из фильма «Большой куша». Ну да, даже с точки зрения физики, это же все… Это одна пустота. Ведь проблема физики уперлась в том, что они не знают, что такое материя. Потому что, прежде всего, это молекула. Молекула состоит из вибрирующих элементарных частиц. А эти частицы, они из чего состоят? Они состоят из вибрирующих кварков. А? Вероятность. Вот. Правильно. Но пока мы до вероятности, значит, они там, они кварки, потом брионы, такого спина, сякого спина. Но это все равно какие-то колебания. И вот, когда они пытаются добраться до «А что же колеблется?», они говорят, «Мы не знаем, что колеблется». То есть, все есть колебание чего-то, а вот что это, это непонятно. Но… И это не свет. Нет, свет – это, да, свет – это фотоны. А что такое фотон? Это колебашка одна такая. По-английски это «wubbling» такое, дрожание. А чего дрожит-то? Дрожит сознание. Сознание начинает дрожать. Ну да, да. Она начинает колебаться вот так вот. И в зависимости от колебаний она ощущает твердь, воду, газ, плазму, или это у них огонь называется, ну или агни. И такое состояние называется эфир. Ну, как бы его приборы не улавливают, но, в общем, небо, небо. Ну да, пространство или небо. Вот эти вот пять таких грубоватых колебаний, которые создают это ощущение. И вот смешение вот этих вот разных колебаний создает ощущение, что я нахожусь в мире тверди, воды, земли, в общем, какие-то. И раздвинуть эти колебания своими колебаниями, вот стена, допустим, там очень, чем выше колебания, тем, ну, как газ, да, там частицы очень быстро двигаются. Тем легче через это пройти. То есть, я так понимаю, что ситхи, они просто, они входят в то же самое колебание, да, и проколебливаются через стенку. Как-то так. Ну, опять, это не научное объяснение, это лишь трактовка. А научное, ученые говорят, мы не знаем, что колеблется. Мы можем на основе этого построить инструменты, приборы, машины какие-то, и это будет работать. А почему это так происходит, это не наша задача. То есть, ученые, да, он честный ученый говорит, наука не отвечает на вопрос, почему. Наука отвечает на вопрос, как, вернее, наука предсказывает. Если я запустил шар, то я предсказываю, что он упадет через 10 метров под таким-то углом. Если у него такой-то вес, значит, вот он произведет такое воздействие на Землю. Это я могу предсказать. А почему? Ну, была попытка сказать, что тела притягиваются друг к другу, но спустя 400 лет никто так и не доказал, почему оно притягивается. С чего вдруг два тела притягиваются друг к другу? Вот почему? Эйнштейн предположил, что да потому что это ничего не притягивается, а просто есть очаги, которые деформируют пространство-время. И в нашем трехмерном мире это выглядит, как одно притягивается к другому. А это просто деформация времени. Ну да, но это неинтуитивно. В нашем мире это не понять. Но если мы шагаем через, дальше идем, то оказывается, что ничего не притягивается, потому что это есть единое поле. Поэтому даже сейчас существует теория единого поля, ну да, вообще во всех физических теориях есть какие-то изъяны. Ну допустим, вот есть, допустим, они правы, вот есть теория единого поля. Это значит, что все едино, просто оно принимает формы, оно не разрывается, оно принимает формы, то, что нам кажется предметами, жидкими, твердыми, газообразными. Но в целом это одно поле такое. Оно просто колеблется. Ну да, просто сейчас они его пытаются квантовать. То есть оно единое или его все-таки можно расквантовать. Если они его расквантуют, это будет абсолютным доказательством того, что мир существует в сознании. Потому что квантованность, то есть порциональность, существует только в сознании. Да, это вот, это как вот в мире финансов. Я, допустим, даю вам тысячу рублей. Не будет такого момента, когда тысяча рублей принадлежит и вам, и мне одновременно. Она либо мне принадлежит, либо вам. Даже если она у меня еще в руке, но я говорю, это твоя, она уже твоя. Хотя бумажка еще у меня в руке. То есть вот это есть квантованность. Минуя время, то есть либо ноль, либо единица состояния. То есть это мое или твое. Никогда не будет такого, что постепенно. Я тебе даю тысячу рублей, но сначала у тебя получается 10 копеек, потом 50 рублей, 500 рублей. Такое постепенное перетекание. Оно тысячу рублей либо у меня, либо у тебя. Причем если у меня, то у тебя его точно нет. Вот этой суммы. А если у тебя, то у меня этого нет. Да, это есть квантованность. Поэтому если они докажут, что единое поле квантуется, ну, значит, все существует в сознании. Вот это колебание, это в сознании происходит. Вот когда квантовую теорию, вообще основатели квантовой теории, они первым делом поехали в Тибет к Далай-Лане и стали расспрашивать. Они говорят, вот то, что вы учите, вернее, то, что мы сейчас открыли, очень похоже на то, чему вы учили века. Ну, они, правда, не к тому поехали. Зачем к буддисту ехать? Потому что буддист говорит, что вообще ничего не существует. Больше ничего нет, он написал на плакате. А Шрёдингер писал в его истории, Марина Воззриненца, именно в Кавито-Ирисской культуре, что он изучал. И он пришел то же самое понимание, что все эти дни на сознании. Да, Шрёдингер, да. Ну, как, я не читал его цитаты, но просто они поехали к буддистам. Надо было поехать на Вадвипу или на Юг Индию к Альварам. Ему там объяснили. Буддисты – это не те, кто объяснят про сознание, потому что они говорят, что это иллюзия, что я – это тоже иллюзия. Они могут реализовать, а объяснить они не могут. Ну, да, вот основатели квантовой физики, они увидели огромную похожесть. То, к чему они пришли с помощью экспериментов и то, чему учат книга Откровений Веда. Поэтому я говорю, что Кришна, он хитро так… Когда стало понятно, что люди будут только экспериментально познавать мир, он говорит, хорошо, в этих экспериментах вы увидите, что все квантуется, что свет – это один и тот же шарик. Они ведь даже… Они сначала не верили в это. Эйнштейн так и не принял квантовую физику. Говорит, нет, это такого быть не может. Потому что это настолько неинтуитивно. Так, ну что, давайте мы заговорились. Вот, так. Шарообразная Москва. Вот, значит, вопрос у нас остался подвешенным. Тот, кто спрашивает про шарообразность Земли, давайте доказательства. Из того, что мы с вами наблюдаем, горизонт всегда плоский. Как бы ты над ним не поднимался, он всегда плоский, но это полбеды. А беда в том, что он поднимается вместе с тобой. Это то, что ровным счетом происходит, когда ты поднимаешься на бесконечно уходящей плоскости. То есть по закону перспективы ты видишь край плоскости у себя перед глазами. На уровне глаз ты начинаешь подниматься, и у тебя просто плоскость увеличивается. И все равно горизонт поднимается до уровня глаз. То есть это либо большая плоскость, либо бесконечная. То, что мы с вами видим, и на уровне двух метров, полтора метра наших глаз, и на уровне десяти километров, это горизонт всегда плоский. То, что вы видите закругленный, ну это просто возьмите другой объектив, не широкоугольный, а нормальный. Потом, не существует полярного дня на юге. Что еще? Какие еще аргументы? Объясните тогда, если Земля шар, и он вращается вокруг своей оси, при этом этот шар вращается со скоростью 90 тысяч километров в час или в минуту вокруг Солнца, 130, вокруг Солнца. Дальше 90 тысяч километров в час Солнца вокруг центра галактики. А центр галактики с какой-то там нереальной скоростью летит вокруг центра Млечного пути. Млечный путь – это скопление галактик. А полярная звезда, которая находится от нас на расстоянии 2 миллиарда световых лет, всегда у нас на верхушке. Всегда. То есть она с нами, что ли, летит во всех четырех направлениях? То есть вот мы вокруг Солнца летим, а она там где-то за 2 миллиарда тоже с нами как летит. И все звезды, то есть вообще все зримые звезды не меняют своего рисунка. Все было ничего, но полярная звезда, она даже не в нашем, как они говорят, не в нашей галактике. То есть она не вместе с нами. Она где-то там. Она же тоже по какой-то своей траектории летит. Но почему она все время над головой? Такой вот вопрос. Или еще вопрос, почему Солнце никогда не бывает над самолетом? Оно всегда где-то вот на уровне самолета. Как бы вы часто не летали над экватором, над вами никогда не будет Солнца, который 150 миллионов километров от нас. Ну вот где-то там всегда. Или вот то, что я видел своими глазами, и даже преданные, которые с нами были в Пури, мы ездили в Пури, мы утром вот своими глазами наблюдали Солнце, перед ним облака и за ним облака. Каким эффектом космическим и оптическим это изменило? То есть вот облака, и Солнце на них наезжает. За Солнцем облака, да? Я допускаю, это все какой-то оптический эффект. Но просто тогда вопрос остается открытым. Почему над вами никогда нет Солнца? Вот вы взлетели, вот над вами Солнце вот где-то там всегда. Ну, а хрестоматийный анекдот – это когда разных космонавтов спрашивают, что они видят в космосе. Одни говорят, мы видим там все залито светом, свет такой, что вообще не возникнет. Звезды кругом, атмосфера. Другие говорят, нет, Солнце – это не просто черное, это вот как будто вы в комнате, где обито все черным бархатом. Это вот the dark. Вот он говорит, вот the black. Вот абсолютно все черное. Другие говорят, третьи говорят, что да, мы видим созвездия и даже магеллановые облака. А, нет, 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 знаки зодиака. Помните вот этот вот? Помните? Да, знаки зодиака и он такой, и магеллановые, правильно магеллановые? Магеллановые облака. Вот этот вот клоун, космонавт. Вот множество таких вопросов накопилось. Или как вот у этого немецкого астронавта, он последний его, когда вот он, вернее, перед тем, как он приземлился, выпрыгнув в капсуле из грузового самолета. У меня есть, я найду, я вот кинув, там есть кадр, где открывается такой фюзеляж, вот эта вот капсула, вылетает, потом парашют, и он приземляется. Ну, естественно, это подается, как он из космоса подлетел. Вот. Там, правда, смех за кадром. Люди смеются. Я просто то, что на экране скачал. Вот. Так вот этот вот немецкий космонавт, он стоит, держится за поручень, там, внутри МКС, а поручень у него через руку проходит. Вот так. Такой кристос с пробитым вот этим поручнем. Ну, так наложили кадр. Или, ну, полно кадров, когда они заканчивают пресс-конференцию там, на орбите, и начинают вот так вот у них, то есть подложка, вот эта хромакей работает, и еще. Картинка есть, а они все такие вот, как вот этот, начинаем, продолжаем. Там лицо, видите, дрожит. Это все вот в хромакее. А еще был курьезный случай, когда Джордж Буш, старший, посещает Хьюстонский центр управления полетом, но он уже на кресле-качалке, кресле-коляске, его ввозят. И там, значит, люди умные сидят за мониторами, там, алло, первый прием, такие ряды, значит. А справа от него, ну, так, кадр такой задерживается, справа от этого Джорджа Буша, большой-большой экран, и там космонавт на фоне хромакея, на фоне синего экрана с сеточкой. И он, значит, рукой что-то вот так вот делает. Потом, значит, кадр смещается, и этот же космонавт в том же самом, вернее, с теми же самыми движениями, но в руке у него уже какой-то теннисный шарик, и на фоне интерьера МКС, космического корабля. Он же, Джон Кук, который возглавляет английскую, английский аналог НАСА. Это который на гитаре играет, в невесомости. Потом у них какие-то игрушки плюшевые размером с корабль. Все, кроме каких-то приборов. То есть, такое впечатление, они там занимаются, только показывают. Причем из всех фокусов это только невесомость. Такая на harness, это по-английски такая подвязка мягкая. Вот из всех этих только вот такая у них. Там есть еще, когда на пресс-конференции мальчик спрашивает, а можете вы сейчас сальто-мортале показать? Он такой, да, пожалуйста. И он такой, видно у него тут это вот подвязки, он такой раз, переворачивается, и его сосед начинает хватать за невидимые вот эти вот ниточки, потому что там это, видимо, все обрезает, и он такой его удерживает за эти ниточки, и тот тоже такой поправляет здесь. Вот, или тоже... Хорошо, что вы про каплю вспомнили. Значит, есть эпизод, когда она показывает, космонавтка показывает воду, которая таким переливающимся шариком вверх, ну, в пространстве, в невесомости такой он дрожит весь, и там отражается ее лицо, и лицо неизменно, то есть там вот это вот непрерывно, когда вода дрожит, мы смотрим, да, в отражении воды, если там волны, то мы видим, что наше лицо рябит, а здесь оно прямо вот такой портрет плывет. А еще где-то не переворачивается здесь, нет, то есть нормальное еще. А, вот так? Как в линде, да? Ну, да. Нет, здесь он просто вот застыл, то есть она такая вот через эту каплю, ну, через этот вот шар воды, видно ее лицо, но оно не в волны, да, оно такое вот прямо, как на экране, такой экран поднимается. Или тоже смешное есть, когда они позируют тоже там в невесомости, а ноги у них, ну, то есть брюки у них, нормальные, а вместо ступней там ничего нет, ну, прозрачно, там, видимо, не подрисовали, и там, где ступни, там видно дальше, вот пол, там, ну, в общем, они с прозрачными ступнями. Такие невидимки, которые костюмы на себя надели, а там, где не надели, там еще не видели. вот, потом тоже смешно, есть, там они стоят, ну, как бы в невесомости, и потом он приближается, но при этом он не совершает никаких движений, он просто такой раз, и поплыл вперед. Да, такой оп, и прям на камеру наплывает. Как он это? С силой воли, да? Вот пусть это не объяснят, вот эти клоуны, которые нам демонстрируют, что они где-то там летают на высоте 400 километров, или космические туристы, вот помните, раструбили про космических туристов, а где их фотографии, то есть они там неделю были, да, или несколько дней, оказывается, они полетели, полетели на высоту 100 километров, и это был суборбитальный полет, то есть фактически это не очень космос, да, вот, а те, кто летали туда, ну, за несколько дней, ну, там должно быть все в фотографиях, а этого нет, мы там были, ну, мы верим, или у Гагарина спрашивает, а почему нет ни одной, вы же облетели Землю, фотографии, ой, мне, говорит, забыли положить фотоаппарат, в этом, он же облетал, за 108 минут он облетел Землю, но фотографии ни одной нет, он же запустил туда Теслу-кабриолет, ну, с нормальной зимней резиной, там же холодно, да, ну, вот, тем более, при минус 270, там нормальная резина, лак, красочное покрытие, лак не сошел у него, там, кстати, при минус 270, потом, там робот сидит за рулем, и на экране don't panic, а экран у него из чего сделан, из, при минус 273, у него, у него, экран, бортовой экран автомобиля, при температуре минус 273 градуса, показывает картинку, есть еще видео по поводу Тесла, где там за бортом мышка бегает, прям по этой чаще, где-то мимо нашей планеты, МКС, да? Нет, именно Тесла, МКС есть, есть еще вот видео Тесла, есть МКС, там, значит, там кот, какая-то, какая-то живность, похожа на кота, ну, это уже открытый космос, МКС, и там, ну, такой силуэт, и там, значит, кот, и он такой прыгает. Ну, а то же там гигантское лицо размером с шаттл, ну, я просто думаю, что преданные это все видели, но если нет, я могу это сбросить, да, в чат в общем, не все же мемы туда постить. Там прям такое лицо, я даже скажу, на какой минуте, какой секунд, 6.55 там. Там, значит, такая, ну, темнота, вселенная темная, значит, камера установлена на верхушке этого шаттла, это тот шаттл, который потом разбился, а космонавты выжили. А? Не все, 6. Вот, и, значит, там такой, такой манипулятор, крыша этого МКС, шаттл так открывается, такая рука манипулятор, вот как погрузчик, он такой поднимает спутник и в космос его отправляет. И вот как раз, когда он это делает, там еще какая-то антенна крутится, на фоне такое лицо в очках, ну, ученый же все-таки, и он там что-то раз и исчезает. и этот потом шаттл, он, это 83, фильм 83-го года, документальный, вот, а он же потом полетел с другим экипажем в 86-м году 1-го января, и на 72-й секунде после взлета он взрывается, а спустя 30 лет весь экипаж жив. Причем они даже не поменяли свои фамилии именно и работают по той же специальности. А если допустишь что-то для полоски это где ее как? Значит, я сейчас говорю с точки зрения религии, верований. Значит, земля плоская, она состоит из семи островов. В середине остров имеет форму блина, он круг, а дальше идут кольцевидные, вокруг него кольцевидные острова. Последний остров кольцевидный, он упирается в плоскость, куда не доходят лучи солнца. И там нету теней. Ну, в общем, это можно сравнить с бесконечным снегом. Ты попал в снежную пустыню, и ты ничего не видишь. там нет сторон света, вот описано, что там нет сторон света, ты просто попадаешь в некую текстуру в компьютерной игре, когда ты доходишь до какого-то... То, что создатель компьютерной игры пока что не прорисовал, ты попадаешь в какую-то структуру, в текстуру, тебе кажется, что ты идешь, потому что ты видишь, как ноги твои передвигаются, но ты можешь бесконечно до морковки нахзагове найти. Брахма опустился по стеблю лотоса, и он попал в какое-то пространство, он движется, но никуда не движется, то есть ничего не меняется. И еще Марканда и Муни во время потопа. Вот он примерно в... У него такие же ощущения были. Ну, в общем, ощущения похожи. В общем, там вот это бестекстурное что-то, а дальше уже оболочка Вселенной вот эта скорлупа. Но надо понимать, что всякое графическое изображение Вселенной в ведах, оно всегда условно. В некоторых местах описано Вселенной как дельфин, в некоторых как антропоморфное существо, некое человекообразное существо. Внизу адские миры, в животе земля, вверху брахмана и что-то в этом роде. Описано еще как яйцо, еще описано как стебель лотоса, еще всякие всякие описания. И Кришна, когда у Тхава, по-моему, спрашивает в одиннадцатой книге у Кришны, а как же на самом деле? Он говорит, это все условно, можно и так, и так рисовать. Просто в трехмерном пространстве земля, согласно ведам, имеет плоскую форму. Вот в нашем привычном интуитивном мире она имеет плоскую форму. В четырехмерном пространстве, я даже не знаю, какая она. мы себе представить не можем, но это как двухмерные водомерки будут думать о трехмерных предметах. Чтобы они не придумали, это может совпадать, а может не совпадать с реальностью. так что я не знаю в каком... Но Капилла Деви, он вообще с точки зрения квантовой физики рассказывает о устройстве мира. Вообще вот эти звезды, дельфины, все эти яйца вообще не интересуют. Он говорит, что есть стихии. Стихии, они... Это дрожит единая прадхана, то есть единое нечто, а их 24 стихии. Они отличаются только частотой колебания вот этого нечто. А над всем этим стоит атман, наблюдатель. Из этого мы можем сделать вывод, что атман и есть тот самый колеблющийся, потому что он стоит над всем этим 25-й сущностью. Его колебания порождают сначала мелкие, потом крупнее, и крупнее, и, наконец, колебания, которые мы воспринимаем как камень, как нечто твердое. То есть он фактически говорит, что все есть в сознании, а то, что сознание нарисует, яйцо, плоскость, шар, это все не так важно. Это с точки зрения копилок. С точки зрения, я не помню, кто говорит в пятой книге, земля плоская, она находится посередине вот этого яйца, она как бы делит посередине это яйцо вселенной, внизу эти воды вселенские, и иногда земля может опуститься, и тогда воды затопят. В общем, там какая-то такая своя картина. В верхней части над землей доск корлупы этой вселенной расположены миры богов, сверхбогов, надбогов и так далее, брахма, шива, индра и так далее, там все это описано. Это вот такая точка зрения. Ну да, мы так воспринимаем. Луна на 100 тысяч больше и выше. Луна больше, больше и выше. Но Кришна в Гите говорит, что солнце, луна – это мои глаза. Все. Дальше вся вот эта космогония рушится сразу. Кажется, это просто его глаза. Но это он говорит Арджуне для того, чтобы тот увязал все объекты зримого мира увязал с единой сущностью, со Всевышним. Что все как-то к нему относится. Вот для этого он говорит. А опять, если мы в наш четырехмерный мир выходим, оторвемся от трехмерного, то то, что мы с вами видим, это небольшой фрагмент огромного сущности, который называется Луна, Чандра. Просто мы его так воспринимаем, так же, как мы едущий к нам автомобиль в ночи воспринимаем, как фонарик. А на самом деле там целый самосвал. А мы думаем, вот какой маленький фонарик к нам едет. Только в конце мы видим надвигающуюся эту машину. И в нашем трехмерном мире вот этот исполин бог Чандра Луна в нашем трехмерном мире кажется вот такой мраморным кружком. И как они туда собираются полететь, непонятно. И высадиться главное. в четырехмерном там там не существует там все вот а как выше ну не знаю как солнце оно очень далеко от нас да а почему оно не бывает над нами никогда когда мы в самолете да но для этого и есть ученые которые нам дадут на это ответ я думаю что в следующей неделе обязательно кто-то ведь слушает из ученых они должны выйти сказать ты дурак что ли на самом деле я сколько не пытался науке выступать да это своего рода своего рода такая лига религиозная что-то нужно говорить что-то одно в любом случае путь науки это сомнение и любое утверждение должно доказываться если ваши доказательства сводятся к тому что ты дурак и 7 миллиардов в это верит и ты в это не веришь может быть оно и так может быть действительно так но это не доказательство а вот доказательство кстати говоря если они говорят что ты дурак считающий что земля плоская тогда это вообще упрощает задачу потому что дураку ведь можно объяснить по-дурацки объясните хотя бы по-дурацки что земля это шар как как вот мне макс объяснял что ну прямых доказательств нет вот когда он еще в студии в мг учился прямых доказательств нет на нет доказательств но это не доказательств это является аналогией но мы знаем ну правда это из философии наверное в науке это тоже это свойство науки из философии мы знаем что аналогия не может быть доказательством аналогия может быть доказательством возможности но не доказательством непременно вот вот этого факта то есть то что ты подбрасываешь каплю и она становится шариком не доказательство научное что земля тоже шар а других вот более более веских доказательств я вообще не слышал есть такой популяризатор от нас такой Мил де Грасс он такой споксмен у нас он такой шоумен на самом деле вот его доказательство сводится к тому что слушайте 400 тысяч человек было задействовано в миссии Аполлон и вы что хотите сказать что они все обманывали но слушайте но это же не доказательство подумаешь 400 тысяч вот сейчас если спросить современное поколение ну не вас а вас то все то есть вы верите в властелин конец не тут кто там с мечом с таким светящимся вы знаете что на самом деле существует как его звали джада джедай знаете что он действительно существует йода да ну потому что современные поколения реально верят что йода существует а вы говорите 400 тысяч вот эти вот эти современные поколения они реально думают что он есть что где-то там империя дает империя бьет бой или как они верят что есть где-то империя так все а вы не смотрели ну вы не современного поколения так ну что давайте отключать потому что вам же надо ехать мне вам надо книжку передать а я сейчас узнаю у меня тут есть надо и удовольствие они они опять Продолжение следует...